Можно ли освободиться от последствий воздействия ГМО, геномоинственных продуктов? Если вы начнете кушать здоровые продукты, то цикл замены ткани существует, и через некоторое время все измененные генетические моменты уйдут. Это первое, чтобы не добавлять нового. И второе, если вы владеете методом возвращения генетики к норме, что такое ГМО? Когда вы кушаете пищу, в продукты, в питание внесены гены, допустим, во что картошка вносит, кажется, гены этих самых скорпионов, кажется, да? В результате чего колорадский жутцик картошка не жрет. Но уже в генах картошки, которые мы кушаем, сидят гены не картошки, а скорпиона, которые, попадая в наш организм, становятся строительным материалом нашего тела. И тоже попадают к нам. Нужно нам это? Нет. К тому же, вы знаете, что интересно? Что хотя картошка стала вторым хлебом сейчас в России, да? Что до Петра Первого ее не было. Знаете об этом, да? И что только после появления картошки, так сказать, у людей, живущих в России, появился диабет. Диабет. Знаете об этом, да? Нет? Дело в том, что картофель относится к семейству посленовых. Это сильнейшие ядовитые растения. Белина, слышали такую, да? Белина – это ближайший родственник картошки. Поэтому, когда человек кушает, особенно опасны глазки. Ну, цветки и ягодки, это понятно. Когда их стали, были картофельные бунты, потому что люди сначала ели семена и погибали от этого. И подавляют, скажем, нужно есть плоды, корнеплоды. Но корнеплоды, особенно корочка, вот содержат вещества ядовитые и глазки основные. Поэтому, когда человек кушает, даже как бы не обрезать нищая, все равно часть этих ядов попадает с нами, в наш организм и влияет на функции поджелудочной зарезы. И в результате этого мы стали тоже насилием. В Америке, в центре Америки, где родина картофеля, у них диабета практически нет. Потому что для них это уже в течение тысячелетий выработалось, многих тысяч лет у них выработался иммунитет. И как для разных продуктов, влияет на человека по-разному. Поэтому, когда мы кидаемся на экзотические фрукты и овощи, это, конечно, интересно попробовать, да? Но, при всем при том, никто не объясняет, что, когда мы живем в определенной климатической зоне, где растут определенные типы растений, наш организм привыкает и адаптируется к тем продуктам питания, которые мы можем получить в тех климатических зонах, где мы живем. Если, вот когда миграция началась активная, это очень плохой результат провела, потому что люди стали перемещаться в другие климатические зоны, где совершенно другие продукты, к которым они лично, на уровне генетики, нет привыкания. И эти продукты начинают иметь побочные негативные, не только положительные. Хотя, конечно, чтобы попробовать ананасы, особенно в Советском Союзе, помните, ананас там или бананы, это проще было. А ананас или манго, это дефицит был страшнейший. Сейчас никакого дефицита нет, хоть что-то купи, но при всем при этом не нужно забывать, что наша генетика в течение многих тысяч лет, по крайней мере, 100 тысяч лет мы на территории России живем, наши предки жили и живут, привыкла и адаптирована к той пище, которая произрастает на этой территории. И она для нас безвредна, по максимуму. Вся другая пища влияет на нас негативно. Доказатель картофель или не только. Следующий вопрос. Ну, это не значит, что картофель вообще есть не нужно, потому что иначе вообще не чужать будет, правильно? Но нужно, по крайней мере, не есть глазки, зону. И если, допустим, зелень появилась, кожура зеленая, такую картошку, картофель нельзя есть вообще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!